итак сегодня мы внезапно начинаем прохождение series m bright island на самой каноничной и правильной сложности сервис и так вот именно итак ее вот сюда следуя за этими щиточками убиваем нашего первого бездвоевого солдата переходим мод забираем второй револьвер и ждем пока спустятся другие ребята я хочу убить их сейчас все теперь когда они мертвы нам нужно туда на ту гору там переключатель но мы попадем туда немножко другим способом совершив прыжок веры вот стукучку частиц ой такого не должно быть ну неважно выбираем секретную броню здесь и джемпад и мы прямо на месте наступаем на кнопку мост так нам прибегают маленькие игноры я дождусь остальных вот здесь дождусь спауну там красных бездвоевых солдат вот они появились тихоньку расстреляю их и сейчас горы должны спуститься гранатометчики справимся с ними тем же способом может быть они нам помогут поубивать несколько гноаров так они мертвы режем остальных и еды здесь нас еще поджидают ребята осторожно сейчас исполнится вот эти штуки убиваем их за углом нажимаем гранатометчик сейчас вот эти вот чуваки огребут расстреляем их пока что не будем обращать внимание на теперь можно обратить внимание на их не до как а демонов и как довольно много так выбираем здесь припасы и движемся дальше играет прекрасной музыкой сериусом xbox так вот этот вот мост который мы опустили наступив на кнопку который нам позволяет зайти вот в этот храм отлично здесь мы берем дробовик и вы можете обратить внимание что здесь на стенах есть маска но и три перевернута какая-то например и вот это стреляя в них получаем снайперскую винтовку это наш второй секрет здесь есть таблетки их можно взять если нужно но это трата времени на мой взгляд не так что это и необходимо так когда мы дорежем всех гнуаров из-за той статуи вызовут два скелета встретим их прицеле отлично я заберу эту коробку в патроны не знаю зачем благо в оверпасе здесь предостаточно вдали этого коридора есть камиказа нужно расстрелять всех троих а потом уже заняться гнуарами так проще в том коридоре ждет еще один здесь вот этих вот ребят какой юрки убиваем спускаемся сюда и сзади нас будут преследовать ребята так мне нужно отстрелить скелета отлично теперь можно спокойно убивать камиказы там еще одного лада узнать сейчас будет довольно глупая прыжковая а я столько раз падал отсюда эти вот камешки они пока то из краев и из них очень легко соскользнуть а она здесь смертельная почему-то довольно глупая прыжковая секция не очень люблю ну да ладно здесь пробежим самый конец чтобы расстрелять этих зоргов как можно быстрее потому что они опасны и теперь спокойно занимаемся остальными переходим мост появляются солдаты расстреляем их мы слышим зоргов наверху но пока не обращаем них внимание достаточно просто двигаться и они у нас не попадут никогда добиваем солдат режем гнуаров и снайперки уже можно будет спокойно расстрелять этих негодяев так теперь нам нужен вот этот мост чтобы подняться наверх опять же здесь нужно пробежать вперед тут будут три камиказы быстренько быстренько их убиваем достаем винтовку и расстреливаем вот этого его в общем сзади появляются злорги и мы слышим как бегут филиказы их будет довольно много но они все бегут с одного направления с этого моста поэтому их очень легко стрелять ничего сложного вроде все мы наконец-то получаем супердробовик простите не супердробовик и двустволиков это далеко не супердробовик но как двустволка с работой справляется итак заведу скелеты они будут окружать нас пытаться по крайней мере здесь всего лишь нужно двигаться опять же ничего сложного даже сколько у вас? отлично наступаем на эту кнопку она откроет дверь чуть дальше и вот здесь вот в кустиках есть скрытая таблеточка которая нам дает эти кроссовки но мы их пока не возьмем нам нужно вернуться назад и кое-кого убить пройдя линию от этого триггера мы заспауним несколько недококодемонов и зеленого гада а он там убиваем его как можно скорее а этих спокойно режем злобная зубастая тучка так ну теперь можно вернуться за кроссовками с ними будет связан один довольно забавный секрет точнее даже два вот этот прыжок просто спрыгиваем но бежим дальше таблеточки укажут нам путь да здесь спрыгаем здесь прыгаем и забираем сердце но это еще не все да спасибо 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 оооо вы очень любезны нам нужно вернуться назад и заспаунить гарпий потому как мы пытаемся убить максимум противников в рамках этого прохождения итак здесь появляются гарпии их можно просто выцепить из снайперской винтовки не жалея патронов все равно снайперка нам больше не пригодится на этом уровне это мы зарежем наверно а давай ну все можно двигаться дальше так здесь я хочу ящики с пулями собрать немножко заранее вот вот три штуки наверно хватит интересный факт вот здесь вот в бете этой карты располагался плазмоган новый для одиночной игры по крайней мере но топпингган здесь полезнее запускаем механизм и ждем на этой арене будет довольно много противников низкоуровневых но тем не менее пока что просто режем гноаров ждем пока появятся солдаты тут можно не стесняясь пользоваться помиганом потому что боеприпасов дают более чем достаточно я предпочитаю стрелять стреляющих противников заранее потом уже разбираться с гноарами потому что они едва ли проблема от них можно просто на их можно просто не обращать внимание тем более скорее всего большинство из них подыхает от перекрестного огня механизм продолжает действовать и появляются новые противники зоргов предлагают стрелять в первую очередь потому что на этих снарядах конечно легко уворачиваться но они наносят ну ощутимый урон на красные безголовые солдаты просто по земле шеверскую по можно просто попрыгивать и все хамиказу немного главное все время двигаться так все отлично давайте хоть постреляем у них у нас же все таки шутер вроде все так сюда можно зайти теперь взять броню наверное и ящики с патронами сейчас будет очень много гранатометчиков это мне напоминает альфа версию 7С где там на нескольких первых уровнях были исключительно орды безголовых солдат ой я подпрыгивал на чей-то гранате о он упал надеюсь он там умрет это будет как-то обидно ну да он должен там умереть наверно у нас смертельно ну посмотрим в конце еще немного гнааров пока никого нет порежем их или постреляем все таки шутер в дальнем краю появляются зорги которые стреляют спредом я их обычно уничтожаю в первую очередь так они еще появляются и еще там сейчас будет камиказа и их лучше уничтожать во кто-нибудь измене чтобы они взрывом задели остальных солдат появляются некоторые периодичности уничтожают и уничтожают и уничтожают переключаюсь на дробовик чтобы отстреливать группу гнааров там начинает появляться камиказа и о боже мой бонус нет всего лишь один из немногих новых врагов в этой компании вот это тот чувак который стреляет кучей гранат а когда достаточно его подранишь то он становится камиказа забавный тип все здесь мы закончили сейчас механизм повернется ну вот чувак чем потяги ну а мы завершаем уровень да но как можно видеть не хватает шестерых противников я кого то пропустил вряд ли объясню почему я конечно не ковырял эту карту в редакторе но мне кажется что здесь как раз таки шесть противников просто не появляются я пробовал я пробовал разные пути я пробовал в разных моментах там по разным местам ходить может быть триггер какой то ломает способы секреты или прочего я очень много времени провел на этой карте но я не знаю я не нашел может быть я слепой может быть еще что то может я где то не доглядел но ты сам видел что я возвращался за некоторыми скриптами чтобы заспаунить дополнительных врагов чтобы убить максимум и я считаю что да это максимальное количество которое можно на этом уровне заиметь ну по крайней мере все секреты да в сериус сэме в оригинальном особенно часто были случаи именно не появляющихся монстров сломанных респаунах например есть такой ютуб канал десина он проходил сериус сэм на сто процентов и даже сделал пару роликов информационных на тему как раз таки поломанных спаунов в революшн кстати в оригинальных уровнях спауны некоторые подчинили и я на некоторых уровнях которые говорили десина что там спауны поломаны я на них получал 100% убийств но здесь видимо чего это не доглядели ну да ладно я брайка прошел давно когда он вышел мне он понравился хорошая компания главное не забывать что нужно мозгами вернуться в 2002 3 4 максимум год и просто наслаждаться игрой как она есть то есть по современным меркам конечно компания ну такая себе но что она имеет свой шарм она довольно веселая и я да я буду слегка перемешивать контент и в общем увидимся в следующий раз я не знаю что больше говорить спасибо за внимание и пока пока что я не знаю что я не знаю